Приветствую всех любителей бисероплетения! Сегодня снова с вами Ольга Кажакару. Я хочу сделать небольшой мастер-класс по вопросу о том, как сшивать мозаичные жгуты. Мы уже с вами делали урок по изготовлению мозаичных жгутов. И я вам сделала пример, что из мозаичных жгутов можно создать вот такое украшение. Оно будет состоять вот из таких колечек, выполненных мозаичным плетением. И возник вопрос у наших подписчиков, каким же образом я сшиваю мои жгуты, чтобы получилось кольцо. То есть на самом деле не только вот такие небольшие колечки мы должны будем сшивать, но и обыкновенные длинные жгуты, выполненные мозаичным плетением, но не имеющие застежки. Как я делаю вот этот вот шов, я хочу вам показать на небольшом кусочке. Я приготовила вот здесь из крупного бисера. Хочу показать вам, что наш мозаичный жгут имеет два ряда бисеринок. Один ряд идет на более низком уровне, и есть второй ряд, который находится, то есть два ряда, какие мы видим нашим глазом. То есть есть ряд, который находится на более высоком уровне, и есть ряд, который находится на более низком уровне. Если вы посмотрите на начало нашего жгутика, то же самое вы увидите и с этой стороны. у нас одна бисеринка более низкая вторая бисеринка более высокая так как мой жгутик вот этот кусочек я не могу согнуть в колечко поэтому я приготовила еще один кусочек точно в таком в такой цветовой гамме в таком цветовом решении и хочу показать на этих двух кусочках каким же образом я буду сшивать мой мой жгутик если у нас одноцветные жгутики конечно это проще сделать но если у нас есть цвета мы должны установить таким образом чтобы верхние бисеринки одной стороны входили в ямочку между бисеринками второй стороны вот таким образом так как у нас здесь два цвета нам нужно таким образом сделать чтобы у нас как бы рисунок продолжался видите я устанавливаю вот таким образом у меня это бисеринка верхняя заходит в ямочку между бисеринками другого кончика и после того когда я устанавливаю я просто прохожу по моим бисеринка вот смотрите видите вот таким образом то бисеринка которая у меня более высокой входит в ямочку между бисеринками другого кончика и уже далее после того когда вы первый стежок сделаете вам уже будет просто продолжить собирать ваш жгутик так чтобы вам было видно хочу то есть мы уже будем идти по следующим бисеринкам вот таким образом поверну чтобы вам было видно немножко здесь ниточка вытягивается у меня но вот таким образом все таки вот так и следующая бисеринка снова бисеринка с этой стороны верхняя бисеринка с верхней стороны верхняя с этой стороны и вот наш жгутик уже оказался сшитым и у нас не видно где у нас был разрыв рисунок у нас продолжается и жгутик у нас целый если бы это я повернула эту сторону у меня бы получилось колечко это наш урок закончен на этом наш урок закончен и таким образом я вам показала как просто сшить наш жгут для того чтобы он не имел застежки или получить вот такие вот колечки и из них уже создавать новое украшение если вам понравился мастер-класс ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал чтобы получать новые мастер-классы